Дедушка – 17-летний Александр Яковлевой, профессор Мелитопольского госуниверситета. И девушка мечтает продолжить его дело, став педагогом-психологом. Сейчас выбирает вуз, и вот у нее появилась возможность внимательно присмотреться к ЮФУ. Я приехала в город Ростов на экскурсию, также приобрести новых друзей, познакомиться, посмотреть Южный федеральный университет и узнать что-нибудь новое, интересное. Мы проживаем в общежитии, у нас очень хорошие условия, все нравится, все замечательно. Это уже третья университетская профильная смена Южного федерального для профориентации старших школьников. Детей из Донбасса, а теперь и из Запорожья, принимают с 2020 года, а за это время университетские смены прошли полторы сотни подростков из ЛНР и ДНР. Обучающиеся смогут посетить факультеты, передовые лаборатории университета и узнать о тех профессиях, навыках, которые будут востребованы к 2030 году и сделать свой жизненный, образовательный и профессиональный выбор. Педагоги и психологи разработали специальные обучающие модули. Вожатые этой смены – активисты казачьей сотни ЮФУ. Специально разработан модуль социокультурный, где принимали участие, естественно, преподаватели Южнофедерального университета, департамент по делам казачества, кадетских учебных заведений, Всевеликое войско Донское и, конечно же, кадетские учреждения Ростовской области. Ребята будут познакомиться, соответственно, с традициями, обычаи Донского казачества. За 10 дней профориентации будут и казачьи спортивные соревнования. Например, фланкировка казачьей шашкой и экскурсии в Старочеркасскую и Таганрог. Также предусмотрены тренинги личностного развития, умение общаться, работать в команде и управлять своим временем. Результат таких университетских смен уже есть. Несколько выпускников из Донбасса подали документы в приемную комиссию ЮФУ. Сергей Мирошниченко, Юрий Лешко, Первый Ростовский.